С 1 сентября вся система штрафов изменится практически полностью. Минимальный штраф, ранее исчислявшийся всего лишь 100 рублями, вырастет до 500 рублей. Особые эти изменения почувствуют любители пьяной езды. Спиртные напитки употребляли? Да. Что пили? Вот. Таких водителей, как и прежде, будут лишать прав. Но штраф вырастет в разы и составит 30 тысяч рублей. Также в сентябре автомобилистов ждет еще одно изменение. Отныне вводится такое понятие, как повторность совершения нарушения. Конкретно по управлению нетрезвым состоянием, повторность влечет за собой лишение уже на 3 года. И штраф 50 тысяч рублей. К слову сказать, злостные нарушители, лишенные прав, не смогут после окончания срока наказания так просто забрать свое водительское удостоверение, как и прежде. Закончился срок, приходишь, идешь, справку несешь. Справочка должна быть выдана, пока по проекту, пока это постановление правительства не подписано, я сразу хочу оговориться. То есть она должна быть выдана не ранее, чем за 30 дней до окончания срока лишения. После чего он приходит сюда, ему будет предоставлена возможность, он будет направлен для сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения. Все это законодательным уже внесено. Вот сейчас есть проект постановления правительства Российской Федерации. Я так думаю, что до 1 сентября он будет подписан, время еще есть, проект этот уже готов. Как только этот проект будет, значит все, действовать будет все. По статистике, большинство детей, оказавшихся на больничных койках после ДТП, находились в автомобиле без специального детского кресла. Уже неоднократно проверено на практике, и это кресло спасает от страшных последствий. Больше штраф будет за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Это больная такая горячая проблема. Штраф за это составлять будет 3000 рублей. ГИБДД советует как можно быстрее смириться с этими нововведениями. 1 сентября поблажек не будет никому, и разговор о том, что не знал или не слышал, не пройдут. Инспекторы уверены, у оренбургцев было достаточно времени, чтобы свыкнуться с тем, что элементарное нарушение может влететь водителю в копеечку. Татьяна Кошелко, Семен Воробьев, Новости дня.